Мир понёс большую утрату, что умерла выдающийся политический деятель Маргарет Тэтчер. Она как сделала для своей страны очень много, так она и сделала для всего мира очень много. Но об этом будут говорить жители Англии. Я только хочу сказать, что она никого не боялась. Она не боялась ни партий различных, ни их программ, она не боялась абсолютно никого. И она вела свою страну к победе, в отличие от наших всех партийных лидеров. Я не так же и много знаю про Маргарет Тэтчер. Знаю, что она была первой премьер-министром с женщиной. Ну и ее еще называли «залезной леди». И это первая женщина, премьер-министр, которая долго за всех работала, сам на своей посаде перебывала. Ну, в принципе, достаточно видна личность, которую все знают, которую учат в истории дети. Я считаю, что она сделала значный внесок в политику и историю света. Это интересная личность в политике и историю, которая подняла Англию и сделала свой имидж Англии. Конечно, эта человек привнесла какие-то основные принципы политики вообще в мире. Как известно, что она является человеком, которая започаткувала такое понятие, как терроризм. Життя відійшла Маргарет Тэтчер, одна из наибольших политиков 20-го столетия. И про нее сейчас очень много говорят и историки, и политологи, и журналісти. И, правда, эта фигура значение не только для самой Великобритании, но и для политики в мире. Маргарет Тэтчер походила из обычной родины, хотя она параллельно стала цей титул, королева надала ей уже за политическую деятельность. И себе она сделала сама. И вот человек, которая чётко говорила консервативные взгляды, в 70-х годах осуществляет англійський уряд. А этот период для Великобритании был очень тяжелым. Необходимо было модернизировать британскую экономику. Та основа, что закладена в 19-м столетии, хотя англійськие шахты, они перебивали в жахливом состоянии, приблизительно таком, как сейчас перебивает наш Донбасс. И решить проблему нужно было радикально. Тут не можно было из государственного бюджета давать какие-то деньги в те регионы, которые разрушились. Нужно было шахтарям забрать шахты, дать им звичайные специальности и за рахунок этого стимулировать англійськую экономику. Кроме этого, англійськие леви занадто много социальных благ продавали простому людям. И вот это все навалилося на бюджет страны и не можно было его наповнювать с тем, чтобы выполнять все обязательства государства. Маргарет Тетчерс умела переломать ситуацию. Вона насамперед вирішила, и треба сказать, что не в интересах социальных низов, а в интересах загальнонациональных, вирішила ті проблеми, что стояли перед Британією. Кроме того, ее правление позначилося войной, как это не звучит, возможно, цинично, но и той войной, которая позволила сбросить англійськую нацию. Я имею в виду конфликт за Фолклендские, або, как аргентинские, аргентинские их называют, Мальдивские острови, недалеко от оборудования Аргентины, но и англійськое владение с англійськими подданными. Англия выиграла эту войну. Воно привело до жертв, в том числе, до речи, и родичи самої Маргарет Тетчерс постраждали от боевых действий, но англійськие слышали, что они могут защитить свое. Это также было важным. Маргарет Тетчерс сделал то, что она должна была сделать, и пошла вчасно, что не умеет делать большинство политиков. Когда начали втрачать поддержку, когда нужно было до влады допускать лейбористов, а те должны были все-таки помогать визжать социальный англійський, Маргарет Тетчерс спокойно ушла от политической деятельности, но очень долго она служила определенным примером. Не просто женщин-политики, тут даже слово женщин-политики не хочется, это политик с большой литрой. Есть много ее противников, есть много ее противников. Историки будут эту неоднозначную фигуру оценивать по-разному. А сейчас, когда он прощается с Маргарет Тетчером, хотелось бы сказать одно. Дай Богу политиков подобного масштаба и подобной любови для своей Украины и нам, и всем иншим пострадельским державам. Субтитры создавал DimaTorzok